Айди ты, не лякай! Был гадость такая. Иди шоу! Дом представляет в рамках программы по избежности Беларуси. Наш Терешковский сельсовет, там наш приседатель, там у нас, кто уже нужно обращаться, там как ему, вот и все такое. А как поликлиника, когда у вас? А поликлиника, тут уже надо ехать на город. А чем вы зарабатываете на жизнь в Терешкове? Мы ходим на халтуры. Ходим на халтуры. Кому сейчас в Беларуси жить хорошо? С этим и пытаются разобраться наш дом с его проектом «Поезд бедности». И сейчас мы посетим деревню Бухоловка. Посмотрим, хорошо ли живут здесь местные жители. Давно здесь живете? А где, кстати, это у меня хорошая жизнь? Как вот здесь? Ну, я же на чем-то, 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 чем-то. А мы работаем где-то? Я работаю предпринимателем. Предпринимателем, да? Предпринимателем работают в Терешковичек. Да, и большое хозяйство. И как зарплата? Ну, зарплаты есть, зарплаты и продукты мы дают, половину. Зарплаты, да, и продукты мы дают. Сколько вот в месяц ваш достаток составляет? Достаток составляет в 40, 90, 50 тысяч, 60, так. В месяц? Да. Да. И кем работаете с Синий Секретом? Разнорабочие. И как зарплата? Усталили? Маловато. Видно, в этом доме нам никто не откроет дверь. И таких заброшенных домов, где прямо во дворе пустуют холодильники, разбросаны дрова, доски, на самом деле немало. Наверное, все-таки люди уезжают из этой полузаброшенной деревеньки, где нет даже магазина. Крутится, как вовсе. Ну, так надо крутить. Хозяйство есть. Хозяйство, а ведь собака и кот. Все хозяйство. Мне некогда. Я как поехал, у 7 часов я могу поехать только у 20 дня домой. Чего на счастье не хватает? На счастье? Была бы зарплата немножко побольше, было бы нормально все. Платала и что-то именно дорогие, а зарплата новенькая. Так у нас тут один начальник такой построил, уже 100 квадратных метров, и встретился как-то со мной. Андруша его звать. Тут как разгорело. Она говорит, ой, вы знаете, я же все время ем казино и молоко. Я говорю, ой, молодец, ты умничок. Да, вот так и мы все время казино и молочко. Я счастливая, у меня родился. Что ж, этот репортаж в очередной раз подтвердил, что белорусского человека кормят руки. Конечно, жители Бухоловки не шикуют. Они находят различные способы выжить. Но разве это счастье? При Беларуси часто детствуют честно работающие граждане, которые не могут выпрыгнуть из нищеты. Большая часть их доходов уходит на питание. Ольга Карач